Почти как в школе. Тамбов принял участие во всероссийской образовательной акции «Тотальном диктанте». В школе, как правило, это обязательное мероприятие, мало у кого пользуется любовью. Но «Тотальный диктант» доказывает обратное. В этом году, чтобы всем желающим хватило места, пунктами проведения диктанта стали сразу несколько площадок. Библиотека имени Пушкина, ТГТУ и 29-й лицей. Подробнее Ольга Сергеева. «Студенты, которые 12 лет назад устроили сложную общую игру, сами, наверное, не понимали, насколько серьезно то, что они делают. Они изменили отношение к русскому языку». С такими словами к участникам образовательной акции обратился российский писатель Евгений Водолазкин. Именно он стал в этом году автором текста для «Тотального диктанта». Фрагмент текста взят из романа писателей, посвящен дореволюционной истории Санкт-Петербурга. Больше 300 человек в Тамбове в субботу приняли участие в образовательной акции. В Пушкинской библиотеке подготовили для этого несколько площадок, на время приостановив работу читального зала. «Первый год у нас была одна пятерка, во втором году три пятерки. В этом году, надеемся, что пятерки тоже будут. Но надо понимать, что «Тотальный диктант» – это необычное школьное сочинение, оно гораздо сложнее, и текст его гораздо сложнее. Поэтому пятерку получают уже самые экспертные знатоки русского языка». Кто-то спонтанно решил принять участие в акции, а кто-то не стал надеяться на хорошую память и полученные в школьные годы знания, и вновь открыл учебники по русскому языку. Николай Михайлович Скороходов два с половиной месяца готовился к диктанту. Посещал подготовительные курсы для всех желающих. Преподаватель факультета физической культуры и спорта Державенского университета продолжает повышать свою грамотность и находясь на пенсии. Говорит, на курсах узнал и что-то новое, ведь со временем появляются новые правила. В общем, поэтом можешь ты не быть, но грамотно писать обязан. «Особенно ничего не изменилось, ну, за исключением некоторых моментов там, скажем, ОЕ после шипящих уточнили. Вот, приставка «не» там с прилагательными, с причастиями. Вот, в принципе, в общем-то, все знакомо, но это очень полезно». Ценность авторского текста именно в том, что он демонстрирует современный литературный язык и не подгоняется под определенные критерии, как, например, школьный. Часто у писателей есть своя авторская пунктуация. В общем, участникам есть над чем поломать голову. Ольга Чижова пишет диктант каждый год. К этому полезному занятию она приобщила всю семью – и дочь, и зятя. С орфографией, говорит, у них все нормально, а пунктуация хромает. «Хочу сказать, что мы идем по нарастающей. И дочка я. С каждым годом у нас оценки все лучше и лучше. И надеюсь, что когда-нибудь достигнем пятерок». Филологи уже начали проверять работы. Узнать свой результат можно будет после 22 апреля на сайте totaldict.ru. После объявления оценок филологи проведут для всех желающих консультацию, где обсудят с участниками диктанта их ошибки. В этом году в тотальном диктанте приняли участие более 500 городов России. Желающие проверить свои знания по русскому языку нашлись и за рубежом – в Турции, Австралии, США. Тотальный диктант, а точнее русский язык, шагает по планете. Ольга Сергеева, Сергей Фролов, Александр Щеднов. Область новостей.